В ближайшие сутки ледоход окажется на территории Якутска. И хотя гидрологи прогнозировали, что поводок начнется на две недели раньше, река Лена идет по своему графику. Более подробная ситуация на реках Якутии расскажет Александра Охлопкова. На главной реке республики уже в районе Табагинского мыса наблюдают местную подвешку льда. Основной ледоход уже на подходе. Нижняя кромка ледохода находится в районе города Покровска. Пока поводов для беспокойства нет. Уровни воды на реках находятся ниже критических отметок. Обстоятельства и оперативная ситуация меняется ежечасно. Буквально в 11-м часу опять-таки началось продвижение ледохода. Сейчас оно набрало достаточную скорость и проходит на протяжении от Алёкминского района и ниже города Покровска с достаточно приличной скоростью. Все службы у нас на готове. Все достаточно хорошо знают, что может произойти, если у нас произойдет затор на Хатасах. Ситуация напряженная слегка, но пока стабильная, спокойная. Что же касается других рек, на Алдане идет ледоход. Нижняя кромка наблюдается у гидропоста, верхний перевоз. Нижняя кромка реки Вилюй у Сунтар, Сунтарского улуса. Оперативная группа номер один Лена выполнила задачу в Ленском Алёкминском районе. Благополучно вернулась в город Якутск для контроля, мониторинга, паводка и обстановки на территории Хангаласского района, на территории городского округа города Якутска, Намского района и вниз по течению реки Лена. Всего по республике работает шесть оперативных групп на основных реках республики Лена, Алдан, Колма и Вилюй. На сегодняшний день в республике создан финансовый резерв, который составляет 150 миллионов рублей. А также накоплен резерв материальных ресурсов на 117 миллионов рублей. Особое внимание уделяем информационному повещению населения. Мы в семье постоянно информацию предоставляем, интернет ресурсов особенно. Природные явления не подвластны контролю человека. Никто с уверенностью не сможет предсказать, как ледоход, так и паводок, его течения и последствия. Поэтому наслега, находящаяся ниже течения реки Лена, полностью готова. Если сравнивать с прошлогодними годами, то нынче вода несколько опаздывает. Сейчас, допустим, ниже реки у нас критический уровень 5 метров 70 сантиметров. Население тоже готово. У нас пункты временного размещения находятся в соседнем селе Хомуста в первой. Также, которые имеют скот и лошади, вырываются на высокие места, на дорогах, где имеется 4 летника фермы. Спасатели вперед весеннего половодия рекомендуют воздержаться от выезда на острова и в зоны возможного потопления. Александра Хлопкова, Виталий Абрамов, Виолетта Засимова, НВК Саха, Покровск, Якутск.